Театр О котором мы узнали от вас Из Википедии Потому что на самом деле оно мало известно Вот почему так происходит Или это я просто невежда Наверное, да, не слишком широкий круг Знает о существовании еще такого Многие знают о Дне театра Поскольку это международный день А вот о существовании такого праздника Знают не все Потому что, ну да, он специфический Существует такая организация Которая называется Ассетэш Ассоциация театров для детей и юношества Которая этот праздник И, собственно, инициировала Ну а наш театр вообще в этом смысле Счастливый, мы все праздники справляем И Международный день театра И день театра для детей и юношества Ивет Харди Председатель Асетэша В этом году специально Обратилась Не только к театральным деятелям Но и к зрителям Главным образом к взрослым Людям, к родителям Приведи ребенка в театр Потому что Вот вы сказали, что мы будем говорить И о выборе И об ответственности И о том, должен ли зритель готовиться Посмотрите, как получается с детьми Ведь ребенок не покупает билет в театр Этот выбор за него делают взрослые Поэтому Нужно воспитывать родителей Юного зрителя-то его нужно учить быть зрителем? Нужно ли его приучать? Вообще нужно ли вот ключевое вот здесь? Прям тащить его, если он не хочет Я вожу своего сына силком На все спектакли Взрослые, детские, нравится, не нравится За руку привожу его Смотри Я считаю, что Что надо Да шутит главный художник Но, конечно, стараться соблюдать возрастную категорию Или хотя бы читать анонс Перед тем, как вы идете с ребенком Или сами в театр Это, конечно, обязательно надо Театр сегодня разнообразен И, понимаете, ваши ожидания Могут не оправдаться Я вот обычно привожу Такую гастрономическую Параллель Когда вы идете в кафе китайской кухни Вы же не ожидаете Что у вас там будет ждать шашлык А когда вы идете На спектакль Содержание которого Вы там даже не знаете Не прочитали И вдруг удивляетесь Ой, а как это? Куда это я попал? А почему? Это меня я одела Бархат и шелка Как тут недавно писала зрительница А меня, значит, посадили В коридоре Какие-то лавочки Шаткие Ну, а, например, такой спектакль Как Дознание Который сейчас есть в репертуаре Театра юного зрителя Который проходит во внутреннем дворике В гараже В гараже Я был на нем В гараже Вы были на спектакле? Я был Да, ну, прекрасно То есть, понимаете, на такой спектакль Без подготовки прийти И это просто можно Ну, серьезное увечье Здоровью нанести Этот спектакль у нас Номинирован на золотую маску Здоровью в смысле Морально Морально Да, психически Психически Вопрос-то Все-таки детей к театру Почему важно приучать? Есть же компьютерные игры Есть, не знаю Что еще, кроме них Я больше ничего не знаю Что-то еще Мультфильмы Кино Вот сидит он, смотрит И все хорошо у него Ну, захочет он потом когда-нибудь сам Ну, и сходит в этот театр Ну, не захочет и не захочет Зачем театр? Ну, конечно, это духовное развитие Ну, как без духовной пищи Как без духовного развития Как без разумного времяпрепровождения Как без воспитательной, эстетической, просветительской функции Всего-всего-всего того, что театр в себе воплощает Театр – это живое искусство В каком смысле? В таком смысле, что спектакль происходит только один раз Только здесь и сейчас Только в восприятии вот этого конкретного зрителя Этого конкретного зрительного зала Ну, да, потому что каждый спектакль, он вот не повторяется Потому что зависит миллион факторов Там погода, настроение актеров, настроение публики Температура в зале И вот как бы миллион вот этих вот факторов Он делает каждый спектакль вот неповторимым И это вот такое вот маленькое чудо Потому что и актеры меняются, там, стареют, полнеют Ходят в декрет Практически всегда мы слышим и от тех, ну, скажем, критиков Которые к нам приезжают И когда читаем прессу театральную Нужна современная драма, нужна современная драма И очень часто это воспринимают как Ой, ну что они там, что они придумают Ну, есть же у нас там в репертуаре Толстой Есть же у нас в репертуаре Чехов И нормально достаточно Зачем современная драма? Современная драма, она не только Каким-то конкретным образом отражает Современную жизнь Ну, скажем, то или иное современное явление Про которое, там, не написал Чехов, скажем Современная драма, она обучает и актера И зрителя мыслить современно Быть ближе вот к дню сегодняшнему И поэтому вот мы сталкиваемся с тем, что Вы понимаете, сегодня текст очень быстро устаревает Бывает такое, что от репетиции, да, от того Ой, мы нашли текст, это классно, это здорово Давайте, давайте Он ушел Почему? Опять же, можно слышать сегодня часто Ой, ну что это такое? Это же какой-то там проект, какая-то читка Это не спектакль, раз-два, сляпали Ну что у вас там, сил не хватило, что ли спектакль доделать? Декорацию сделать? Костюмы, что ли, пошить? Что вы читку представляете? А это как раз вот попытка быть современным Слышать вот эту современность И вот бывает, да, в ситуации, когда вот та самая женщина в бархате и шелках Приходит, а тут читка в гараже, условно так Ну да, да, да Поэтому вот это все, наверное, к тому, что Как нужно готовиться к походу в театр А детей нужно приучать к тому, что действительно театр Это не что-то, условно, такое академическое, правильное, классическое Но и да, это могут быть эксперименты Непосредственно театр юного зрителя Он экспериментатор в нашем городе И никто не будет с этим спорить Мы стараемся и детского зрителя таким образом У нас вот есть спектакль «Счастливый Ганс», когда дети, взрослые сидят на зрительских местах А дети располагаются на одеялах, на подушках Что делает, ну, как бы, ближе, теснее вот этот контакт и общение со зрителем Вот сейчас прям премьерный спектакль «Зюзюня», который придумали сами актеры Коль вы заговорили о «Зюзюне», я предлагаю нашим зрителям посмотреть, немного побывать на этом спектакле Прямо сейчас посмотрим сюжет, а после вернемся к обсуждению Как-то так получилось, что детских премьер в «Тюзе» не было достаточно давно И вот на сцене начинается то самое волшебство Зал из младшеклашек без всяких подсказок как-то в раз замолкает «Зюзюня» – это не просто постановка «Чужого» Он от «А» и до «Я» местного тюзовского производства Началось все с музыки, которую артист Александр Молчанов впервые начал придумывать еще 10, 10 лет назад А вспомнили об этом уже на постановке другого спектакля в наши дни Решили дописать Долго мы очень мяли материал, потому что музыка сложная, не знали как к ней подойти То есть были готовы аранжировки, был готов текст, примерно там можно было уже партии какие-то наметить Но не было понятно, что же за история, потому что она вроде прослеживается И мы очень много времени потратили на то, что, а какой это будет спектакль Для спектакля выбрали форму радиосказки, известной взрослым Помните же наши пластинки с разыгранными пьесами? А вот нынешние школьники, скорее всего, знают, что такое аудиокнига Потому форму спектакля старались всячески поддерживать Например, вы не увидите на сцене микрофонов, говорят все герои в коробочке Ведь именно так в детстве мы и думали про радио Что раз кто-то из него говорит, значит и в него кто-то тоже должен Зюня это поросенок, который убежал от мамы и не хотел правила соблюдать Ну, у него сначала был такой не совсем хороший, он всякое неправильное дело А потом он сказал, он этого больше не будет делать И потом он понял, что надо слушаться родителей и оберегаться опасностей В первый день премьерной наша съемочная группа побывала Мы сняли Теперь интересно услышать, отзывы какие-то есть? Какие? Точнее, не какие-то, а какие они? Какие отзывы? Хорошие в целом Хорошие отзывы, да А главное, что вот такого рода спектакль, он будет развиваться и расти Потому что вот то, что там придумано Вот понимаете еще, какая задача стоит перед детским театром? И очень часто вот бытует такое представление Что ребенку нужна такая вот веселая, яркая сказка Музыки побольше, звуку побольше Зайцы бегают В какую сторону побежал заяц? Ура! Втук! А вот как раз детские психологи говорят, что ребенок больше домыслит и дофантазирует, чем вы ему вот это вот сунете в лоб Поэтому нужно все-таки больше рассчитывать на фантазию, на воображение ребенка И учить его этому Бываешь в театре, выходят из зрительного зала родители с детьми Ну что, тебе понравилось? Это услышишь 150 тысяч раз при выходе Нельзя задавать ребенку такие вопросы Просто нельзя, категорически Так говорят психологи Потому что ребенок вам благодарен за все Он говорит вам спасибо, когда выходит из-за стола И так же он говорит спасибо, когда он выходит из театра Вы его повели А вот задать вопрос А вот ты вышла бы замуж за такого принца? Правда, там, плохо поступило делать? А я задаю Ну ты вообще неправильный отец Понравится тебе спектакль? А сколько ты узнал новых слов в спектакле? Вы просто филологами Это правильно То есть нужно задавать провокационные вопросы Которые бы провоцировали ребенка на рассуждение Ведь ребенок может вычерпать совершенно свое содержание из спектакля Илья спрашивает, ну какая тебе актриса понравилась? О, затем Это что? Ну, мальгина Блондинка, что ли? Вот, это называется воспитание эстетического вкуса Правильное мужское воспитание Заговорили про театр кукол Буквально вот в эти дни премьера спектакля Заявленного как уникальный проект В чем уникальность? Ну это такая наша гордость Есть такое движение, уже давно известное и в мире, и в нашей стране Бэби-театр Это театр для самых маленьких И он порой начинается даже от ноля плюс И мы там много видели на всяких фестивалях подобных спектаклей И, конечно, задумывались о том, чтобы появилось и у нас что-то вот для таких маленьких детей Вот наш замечательный режиссер Оля Подкорытова и актриса театра кукол Наталья Федосейкина Вот это придумали Этот проект называется «Полянка сказок» То есть это не сама сказка, это такое место, где играется сказка Вот сейчас на «Полянке сказок» идет первая серия Первая сказка, под названием «Заинка» Там детям можно все трогать Там детям дают маленькую куколку на пальчик Там они мочат ручки в воде Там на их глазах расцветает цветок Каша появляется в ложке Все это происходит очень-очень близко И они вот здесь вот прям под ногами ползают Зачем такой формат? Опять же воспитание, приучение зрителя С малых лет решили С малых лет В армию театралов, театролюбов Всемирный день театра Мы вас от всех нас поздравляем, от наших телезрителей тоже Вот при этом хочется что отметить? Вот роль театра, она сегодня какова? Такое ощущение, что раньше театр воспринимался как-то иначе в обществе Видите в чем дело? С 90-х годов, что естественно, да? Понятно, после перестройки, после распада Советского Союза После падения железного занавеса Началось такое наше открытое существование в мировом пространстве И естественно, что 90-е годы это вот хлынуло все Потом наелись И, ну, наверное, с середины 2005-2010 Это просто такое развитие российского театра И главное, что многообразие его форм Вот почему люди, ну, как бы, так скажем, нормальные, обыкновенные зрители Как бы немножко запутались Потому что формы театра стали многообразной Раньше театральное предложение было однообразным Ну, чем особенным отличался Хабаровский театр драмы от Владивостокского театра драмы? Да ничем Один, примерно, и тот же репертуар Один и тот же способ существования Один стиль в визуальной, да, там, сценография Это просто, ну, как бы, стало очень многообразное развитие театра И многообразное предложение Что многообразное предложение обеспечивает, собственно, художественное разнообразие Если все будет одинаково, как это было в советские годы Этот процесс назывался унификация театров В Ростове ты или в Хабаровске Можно просто, как это, ну, актриса Иванова меняется на актрису Петрову Актер Сидоров на актера Ивановского Я еще хотел добавить, вот что Очень часто можно услышать мнение от зрителей Даже я слышал от актеров, там, не нашего театра Вот что, уже наелись экспериментами Ну, сколько можно уже тут И так, и голыми бегали, и в перьях И вот хочется спектакли для народа Вот хочется, вот сделайте И вот есть же, опять же мы возвращаемся Есть Чехов, есть там Шекспир Вот ставьте, что вам вот это вот новое Все это А когда ставят, вот, ну, есть такие вот Примеры, что ставят там знакомые пьесы в знакомом стиле И народ туда вот не ходит А ваше мнение вот по этому поводу какое? Так и будете вот экспериментировать? Нет, ну, будем делать все Я уже в третий раз говорю, да, что провинциальный театр Театр в провинциальном городе не может придерживаться какого-то одного направления Слушать зрителя мы будем Но ровно настолько, насколько нам это интересно Его услышать Мы хотели бы, чтобы зритель слышал нас Слышал Мы хотели бы Вот эксперимент Всегда во все времена были сумасшедшие люди Только сумасшедшие двигают дальше Кто такие Станиславский, Немирович, Данченко Да, вот на которых там молятся Они сделали прорыв Ведь кризис театра был очевиден в конце 19 века Его все понимали Не одни Они такие вот Вот родились Станиславский, Немирович, Данченко И говорят Дай-ка мы тут реформу сделаем Все все это понимали Но все, если взглянуть, что делали Так вот немножко Вот тут подчистим Вот тут подштукатурим Вот тут подгладим А эти такие два Причем оба не были профессионалами в театре Не получив профессионального Ну и не работая внутри театра Так подошли и так Бах! Эту стеночку старого театра И сломали, она рухнула И они начали строить новое Не зная как Не зная рецептов Сумасшедшие движут Сумасшедшие движут театр Вот такие вот Слегка сумасшедшие Но безусловно Невероятно творческие и талантливые Сегодня у нас в гостях были Театровед Анна Шавгарова И главный художник Хабаровского тюза Павел Оглузин Спасибо вам большое Еще раз с профессиональным праздником С Днем театра До встречи у вас Будем вас слушать Приходите До свидания Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова